Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии четверга. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем говорить и разбирать ключевые фундаментальные события, которые влияют на динамику финансовых активов. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал на YouTube и ставить лайки, которые являются для любого спикера и ведущего лучшей мотивацией. Сегодня у нас момент X для британской валюты. Фонд активно валится в последние дни. Очень надеюсь то, что эта динамика сегодня не прекратится, а по итогам дня мы только лишь убедимся в том, что за этим активом сохраняется значительный потенциал для еще большего снижения. Буквально через один час состоится заседание Банка Англии, будут опубликованы решения по процентной ставке, пересмотрен объем программы количественного смягчения. Также Банк Англии обновит прогнозы по экономическому росту, по инфляции уже с оглядкой на крайне негативное воздействие пандемии коронавируса на английскую экономику. Поэтому можно сказать, друзья, раз это событие с самого утра произойдет на финансовых рынках, фунт до конца торговой сессии уж точно будет заряжен на мощные движения, на серьезную волатильность. И если это тот актив, которым вы торгуете, контролируйте, пожалуйста, риски, следите за загрузкой депозитов. Это очень важно. Фунт, как мы не раз уже могли убедиться, даже на довольно спокойном фундаменте может пролететь 100, 150 или даже 200 пунктов. А когда на повестке такое событие, как заседание, кризисное, можно сказать, британского регулятора, тут движения могут быть еще более значительные. Ну что ж, давайте подробнее. Что у нас на рынке нефти? Коррекция, которую мы с вами ждали, неплохая, была развита в ходе вчерашнего дня. Сейчас по бренду 29,90. Повторюсь, друзья, то, что я держу свой остаточный сейл, буду ориентироваться на экспирацию июньских фьючерсов, то есть точно буду держать эту короткую позицию до 20 мая. До этих пор я рассчитываю, что фонды все активнее будут выходить из текущих ближайших контрактов. Это, соответственно, приори придет к закрытию позиций и должно толкнуть, собственно, котировки еще ниже. Ну и уж точно на фоне перекладывания средств из одних контрактов другие, я рассчитываю увидеть более интенсивное движение и волатильность, нежели чем на прочих финансовых активов. Потому что на рынке нефти очень свежи еще воспоминания того, что произошло с маркой WTI по итогам экспирации майских фьючерсов, когда цены улетели на отрицательную территорию. Я, разумеется, не говорю, что ситуация повторится сейчас, скорее всего, этого не будет возможно даже уже, друзья, никогда, но риск определенной вероятности таких движений сейчас сохраняется. В целом, по рынку черного золота, мне кажется, я всегда был многословен и давал вам неоднократно понять, что на рынке никуда не делись проблемы избыточного предложения и падающего спроса. Да, есть признаки смягчения мир карантина в отдельных регионах, но это еще не, собственно, тенденция, которая охватила все регионы и уж точно это не база, которая позволяет нам говорить о том, что мировая экономика справилась с коронавирусом и справилась вот с этой всеобщей изоляции. Вот когда вы сможете легко на любом агрегаторе сайте авиаперелетов забронировать билет в какую-нибудь европейскую страну на ближайшие даты и поймете, что никаких рисков у такой активности и желания полететь нету, вот тогда мы с вами и поговорим о восстановлении мировой экономики, о повышенном спросе, точнее возрождении даже спроса на авиационное топливо и базы для роста цен на углеводороды. Сейчас действующие карантинные меры остаются главным препятствием для развития авиационной отрасли, о чем я уже говорил на этой неделе, ссылаясь на активность всем известного миллиардера Ворона Баффета, который принял решение выйти из американских авиационных компаний и, честно говоря, такая тенденция в плане активности в отношении авиаперевозчиков характерна и для других крупных инвесторов. Проблема падающего спроса никуда не делась, друзья. Предложение растет, запасы тоже увеличиваются. Накануне вышел отчет от администрации аналитической информации, мы получили доказательства того, что прирост снова был зафиксирован уже 15-ю неделю подряд, в этот раз, ну, в пересчете, опять же, и в сравнении с прошлыми релизами запасы увеличились всего лишь на 4,5 миллиона, но все равно это статистика со знаком плюс. В отношении рынка нефти, я думаю, моя позиция вам ясна, друзья, по рублю, соответственно, исходя из того, что я ожидаю снижения цен на нефть, тоже жду давление и закрепление выше 75. Индекс американского доллара 121. Это текущий курс, мы растем, я думаю, что восстановление продолжится. Спасибо отчету SDP, который, в принципе, оправдал ожидания скептиков, потому что без работы по факту осталось больше 22 миллионов человек, это хуже, чем прогноз. И здесь, друзья, важно отметить, что эта статистика частного агентства DP опирается на данные только лишь по ситуации занятости в частном секторе и на данные, которые собирались, скажем, 2 трети месяца. То есть после 20-го, я думаю, что исследования по специфике и особенностям данного исследования уже не велись, поэтому данные, на самом деле, будут еще хуже, когда мы получим с вами официальную статистику, это уже в эту пятницу, Non-Farm Paralless. Вот там уже точно полетаем, там точно будет зафиксирован значительный рост безработицы. Я думаю, что количество безработных увеличится больше, чем на 25 миллионов человек, и это станет новым рекордом с 1939 года. Как действовать по доллару? Доллар – это защитный актив. Я уже много раз говорил, чем хуже сейчас будет выходить статистика по штатам, тем больше шансов у доллара укрепиться. Поэтому по индексу ждем большего роста. Биткоин растет 9283. Друзья, я надеюсь, что вы уже в этом локомотиве. Экспресс возможностей по заработку, которые могут быть отработаны уже в ближайшие дни. Халвинг назначен на следующий вторник. Времени все меньше и меньше. Я уверен, что мы сможем протестировать, друзья, за короткий промежуток времени сопротивление 10 тысяч. Золото чуть откатили 1692, но я все равно верю в рост этого актива. Евро против доллара 1,0797 – наша ближайшая цель на уровне 1,07. Производственные заказы, которые вышли вчера, еще раз указали на то, что экономика еврозоны сталкивается с самыми разрушительными последствиями влияния пандемии на темпы экономического роста и на общее состояние макро-статистической конъюнктуры. Производственные заказы стали минимальными со времен финансово-экономического кризиса, точнее даже превзошли пиковые значения, которые мы видели в 2008 году. Тогда производственные заказы не падали больше, чем на 10%. Сейчас у нас, друзья, минус 15,6. Также давит на евро решение Конституционного суда Германии, но стоит отметить, что это решение касается в целом общей системы программы количественного смягчения и общего подхода к сверхагрессивному стимулированию. Это решение не распространяется на экстренные меры поддержки, которые были приняты Европейским Центральным банком для того, чтобы нивелировать последствия пандемии. То есть тот пакет доп. стимулирования, который был согласован на 750 миллиардов евро, он по-прежнему может быть реализован и отработан в плане стимулов Европейским Центральным банком. И я допускаю, что все-таки Европейский Центральный банк за отведенное время, 3 месяца, когда из программы количественного смягчения исключена активность Центрального банка Германии, Бундесбанка, он сможет оправдать необходимость этих стимулов и, соответственно, подготовить нас к тому, что на следующем заседании программа количественного смягчения из-за того, что признают ее легитимность, еще и получат расширение своих объемов. Это негативный фактор для европейской валюты, потому что любые доп. стимулы увеличивают денежную массу в стране. Еврокомиссия, к тому же, пересмотрела прогноз по экономическому росту на 2020 год. Еврозоны минус 7,7%. Друзья, 7 экономик еврозоны, их отношение долга КВП перевалит за 100%, в Греции это уже 200%, в Италии, я думаю, что мы увидим под конец года это отношение на отметке 170%. Сегодня в 17.00 выступление Кристины Лагард, соответственно, в принципе, есть возможность услышать как раз об новых экономических стимулах и это может привести к еще большему снижению курса евро. И фунт 1.23.24, друзья, британская экономика Англии обогнала Италию по количеству смертельных летальных исходов от пандемии. Сегодня, как я уже отметил, ждем заседания Банка Англии, решения по процентной ставке, скорее всего, ставку оставить на прежнем уровне. Но я рассчитываю увидеть активность банка по увеличению объемов действующей программы количественного смягчения. И к тому же, как минимум, мы точно можем рассчитывать на снижение британца из-за того, что очень сильно будут пересмотрены прогнозы по экономическому росту. И в 12.00 по московскому времени состоится пресс-конференция новоиспеченного главы Банка Англии Бейли, который может пролить свет на дальнейшее действие регулятора по поддержке экономики. Фунт, считаю, является очень хорошим кандидатом на дальнейшее ослабление. Давайте, друзья, вместе попробуем выжать этот потенциал и отправим фунт против доллара поближе к уровню 1.20. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.